Друзья, всем привет! Сегодня мой ролик о малоизвестной сегодня авиакатастрофе самолета Ту-95РЦ, которая породила в свое время множество слухов и домыслов и до сих пор остается историей с многими неизвестными. 4 августа 1976 года при выполнении боевого разведывательного вылета с Кубы над нейтральными водами Атлантики при невыясненных обстоятельствах потерпел катастрофу советский самолет-разведчик Ту-95РЦ, авиации Краснознаменного Северного флота 392-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка, который базировался на аэродроме Кипелово, Вологодская область. Весь экипаж погиб. Командир корабля майор Аркадий Красносельских, военный летчик первого класса. Члены экипажа. Капитан Горынычев, капитан Бычков, капитан Скороходов, старший лейтенант Поздняк, старший лейтенант Васильев, старший лейтенант Лебедев, прапорщик Трифонов, прапорщик Грибалев, прапорщик Тараненко, прапорщик Федешов и курсант Калипопчук. Поисковая группа кораблей нашла отдельные части самолета, останки членов экипажа и документов. Памяти погибших авиаторов морской авиации посвящается. Настоящая причина этой авиационной катастрофы неизвестна до сих пор. Советский Союз хранил в строжайшей тайне гибель своих военных самолетов и подлодок, безжалостно закрывая рты болтуна. С наступлением эры Брежнева в СССР была введена жесточайшая цензура в средствах массовой информации. Все данные об инцидентах СССР строго засекречивались. Шла тайная холодная война между сверхдержавами за мировое лидерство. Холодная война была не менее ожесточенной, чем боевое противостояние противников. В эпицентре холодной войны наравне с секретными агентами спецслужб оказались задействованы и советские военно-морские летчики, разведчики, ракетоносцы и противолодочники. О катастрофе самолета Ту-95РЦ было запрещено говорить правду более 30 лет. Нет о ней достоверной информации в средствах массовой информации и сейчас. Что тогда в действительности произошло над нейтральными водами Атлантики, вы узнаете из моего ролика. Исторические данные о самолете Ту-95РЦ. Одним из театров боевых действий холодной войны был Мировой океан. В нем авианосная ударная группа США и НАТО несли боевое дежурство с ядерным оружием на борту. Для того, чтобы держать под контролем полеты натовских пилотов, необходимо было знать, где находятся американские авианосцы. На разведку авианосных ударных групп обычно шла пара Ту-95 или Ту-16. Страной, в полной мере владеющей авианосцами, тогда в мире являлись США. Под боком у них находилось маленькое островное государство Куба, партнер и союзник СССР. По совместной договоренности правительств этих двух дружественных стран, советские военные самолеты разведки могли пользоваться аэродромами Кубы безграничных, что значительно облегчало выполнение разведывательных и боевых задач. Полеты на Кубу советских самолетов Ту-95РЦ, начиная с 1970 года, производились регулярно с периодичностью 25-35 полетов в год, вплоть до развала СССР. Советские разведчики морской авиации следили за кораблями США на всех океанах, начиная с Северной Атлантики и заканчивая югом Тихого океана. США противостояли СССР как могли. Поэтому особую значимость для разведывательных полетов имели поступившие на вооружение частей разведавиации Северного и Тихоокеанского флота самолеты дальней авиации и целеуказания Ту-95РЦ. Эти комплексы по своим основным тактическим характеристикам намного превосходили все отечественные разведывательные самолеты, а по оборудованию не имели себе равных и среди зарубежных самолетов этого класса. Основные характеристики Ту-95 Ту-95РЦ по классификации НАТО Медведь. Разведчик целеуказания был создан для нужд ВМФ. Построено 52 новые машины и одна переделана из Ту-95М. В производстве с 1963 по 1969 год. Поступали на вооружение авиации ВМФ в 304 и 392 отдельные разведывательные полки. Экипаж 11 человек. Максимальный взлетный вес 182 тонны. Четыре двигателя НК-12МВ. Максимальная скорость 910 километров в час. Заправка топливом около 95 тонн. Дальность полета составляла более 12 тысяч километров и с одной дозаправкой топливом в воздухе увеличивалась до 14 с половиной тысяч километров, а продолжительность полета до 20 часов. На самолете были размещены мощные разведывательные станции для ведения общей и детальной радиотехнической разведки. Документирование результатов разведки осуществлялось с помощью фото и регистрирующей аппаратуры. Разведывательная аппаратура, работающая в широком диапазоне волн, могла обнаруживать большое количество работающих РЛС и автоматически записывать их частоты и другие параметры. За время существования в морской авиации Ту-95РЦ принес ей 7 катастроф, 2 аварии и 2 поломки, унеся жизнь с 69 человек. Свой последний полет самолет совершил с авиабазы Хароль 24 июня 1993 года. По количеству человеческих жертв самолет лидирует, а по количеству катастроф находится на четвертом месте в морской авиации после КАТ-25, Як-38 и Ту-16. Обстоятельства катастрофы. 4 августа 1976 года ночью пара советских самолетов-разведчиков Ту-95РЦ выполняла трансокеанский перелет по маршруту Гавана, аэродром имени Хосе Марти, Оленье, поселок Высокий. Экипажи этих самолетов выполняли задачу по контролю действий 2-го Атлантического флота ВМС США. Через 6 часов 20 минут над нейтральными водами Саргасового моря экипаж майора Красносельских, военного летчика 1-го класса, потерпел катастрофу. В 20 часов 15 минут при изменении эшелона полета произошло внезапное сваливание самолета в плоский штопор. Экипаж хладнокровно предпринимал попытки для вывода самолета из режима сваливания, но самолет остался неуправляем, а возникшие перегрузки не позволяли экипажу воспользоваться средствами спасения. Результаты обработки информации черных ящиков свидетельствовали о появлении внешних возмущающих сил и стремлении экипажа парировать их во время перехода с 8700 на 9000 метров и при достижении вертикальной перегрузки 1.8 произошло сваливание. Падающий в Атлантику экипаж успел передать, что испытывает сильнейшие перегрузки и что штурвалы вырывают из рук. В создавшейся аварийной обстановке экипаж предпринимал попытки вывода самолета в режим горизонтального полета, но он оставался неуправляем. Весь экипаж, 12 человек, погиб. Существенным пробелом в конструкции самолета Ту-95РЦ было отсутствие катапультных кресел. Покидание передней кабины осуществлялось через нишу носовой стойки шасси. При этом ее, естественно, необходимо было выпустить. Члены экипажа должны были добраться до выхода специальным транспортером. Командир огневых установок и кормовой стрелок могли покинуть самолет через индивидуальные люки вниз. Последними словами в кабине самолета были мат членов экипажа и крики штурмана-навигатора Бычкова, направленные к командиру. «Аркаша! Выводи! Выводи! Падаем! Падаем! Пиздец!» Когда гибель неминуема, летчики говорят так почти всегда. Это подтверждают все профессионалы, которые занимаются расследованием авиационных катастроф. И данный случай не стал исключением. Ведомый экипаж по команде с командного пункта ВВС Северного флота снизился до 300 метров. Следов катастрофы ведущего не обнаружил и был возвращен обратно на Кубу. Его экипаж продержали там без разъяснения причин целый месяц, а потом по возвращению Советский Союз без объяснения причин расформировали и распределили по другим воинским частям. Поиски. В тот же день началась длительная операция по поиску места падения самолета, останков членов экипажа и секретной аппаратуры. Начальнику разведки 392-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка полковнику Георгию Бульбенкову из гарнизона Федотова довелось лететь в Гавану после катастрофы Ту-95. Была надежда, что кому-то удалось уцелить на поверхности воды. Тогда можно было навести налетчиков какой-то из ближайших советских теплоходов. Командование интересовала также судьба секретных документов, находившихся у экипажа. Их запросто могли обнаружить американцы. От неминуемой в этом случае замены шифров и позывных спас случай. Портфель с бумагами удалось выловить экипажу нашего сухогруза, направленного радиограммой из Москвы в район падения самолета. Едва бесценная находка оказалась на борту, как в небе появился четырехмоторный противолодочный самолет США П-3А «Орион». Для срочного поиска самолета и подъема останков экипажа был создан специальный отряд в составе поисково-спасательных судов. Владимир Трефалев, алдан спасательного буксира СБ-38, который вышел на поиски из порта Гаваны, танкера Дубна и теплохода Аджария, возглавлял его командир бригады спасательных судов капитан первого ранга Марат Ивашенко. К сожалению, в самом начале операции судами, которые поднимали плавающие предметы самолета, была допущена ошибка. Место катастрофы на карту нанесли, но буй не выставили. Точное место катастрофы было потеряно. Ошибка в определении места в этом районе составляла величину до семи миль. Спасательные суда занимались стрелением в расчете зацепить на грунте выступающие части самолета. Трал часто цеплялся за камни и отрывался. Тогда поисковики решили пойти на нарушение инструкции и проводить осмотр дна не из неподвижной наблюдательной камеры, а во время движения судна со скоростью 3-4 узла. За время поиска спасательными судами была протрали на площадь 593 квадратных километра дна. Советские спасательные суда весь период работ отслеживали канадские корветы, сменяя друг друга через каждые 10 дней, а с вертолетов они снимали на кинопленку ход работы. Ивашенко отпугивал их, стреляя из ракетницы. В день рождения командира бригады Марата Ивашенко его поздравили и канадцы, передав ему с вертолета посылку, которой было и мороженое. В ответ они попросили прислать черного хлеба и махорки. Дело в том, что в ВМФ Канады служило немало украинцев, эмигрировавших за кордон до и после войны. Вот и соскучились. Командир приказал положить в посылку с махоркой и хлебом и агитационную литературу журналы Огонек. Как часто бывает, положительный результат был получен в результате цепи случайных обстоятельств. Работа продолжалась уже почти полтора месяца, а результатов не было. 17 сентября командир видит, что экипаж судна измотан, дал команду отдыхать. И тут Трефалева обогнала стая дельфинов, которые в районе Форштевне сделали левый поворот. Подобные маневры стая выполнила несколько раз, пока Ивашенко, не усмотрев в этом осознанное действие морских животных, не отдал приказ следовать за дельфинами. И почти сразу на глубине 43 метра старшина второй статьи Кириллин, сидевший в наблюдательной камере, увидел фрагменты самолета. Это было 18 сентября 1976 года. Затем началась работа по подъему останков тел и аппаратуры, перечень которой содержался на нескольких листах. На борт Владимира Трефалева были подняты останки всех 12 членов экипажа и более 300 приборов, деталей и частей самолета. Саргасово море удивительно поразило тогда советских специалистов. Вся поверхность покрыта водорослями, такое ощущение, что находишься на громадном, заросшем футбольном поле. Команда свою задачу выполнила. По завершению работ моряки выполнили скорбный ритуал. С воинскими почестями по большому сбору в форме экипаж Владимира Трефалева придал останки летчиков водам Атлантики. Из списков без вести пропавших были вычеркнуты 12 фамилий. Так как на спасательных судах не было морозильных камер для помещения туда трупов погибших летчиков и учитывая, что все погибшие относились к морской авиации, командованием было принято решение захоронить экипаж в океане по морскому обычаю с соблюдением всех воинских почестей в водах Атлантики. На земле в гарнизоне Кипелово потом с воинскими почестями хоронили пустые гробы. В древности могилы без останков называли кинотафами. Такие надгробия ставили, когда воин погибал вдали от родных краев и останки его нельзя было доставить домой. Затем на место гибели самолета-разведчика с советского военного корабля были сброшены глубинные бомбы для того, чтобы уничтожить то, что осталось от самолета. Последующие события не имеют непосредственного отношения к катастрофе, но они относятся к жизненным реалиям того времени. По существующим в СССР положениям, пенсии и пособия членам семей погибших выплачиваются по случаю потери кормильца при условии, что представлено тело погибшего, на основании которого и выдается свидетельство о смерти. Выдается, естественно, врачом и заверяется соответствующими органами. И большая благодарность вологодским врачам, которые проявили гражданское мужество и выдали свидетельство о смерти членов экипажа их родственников. При отсутствии таких документов семьям пришлось бы в течение долгих лет мыкаться по чиновящим коридорам, унижаясь и доказывая, что их отцы и мужья погибли в авиакатастрофе. Они скрылись за границей и неизвестно, чем бы еще эти хождения закончились. В то время наша семья жила в гарнизоне Кипелого Федотова. Отец был начальником ТЭЧ подразделения по обслуживанию морских боев. Когда погиб экипаж майора Красносельских, мне было 6 лет. Но я отчетливо помню, как гарнизон погрузился в траву после известия о катастрофе. Помню похороны пустых гробов на гарнизонном кладбище. Гарнизон имел двойное название, носил географическое название Кипелого, а Федотова в честь первого командира 392-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка Александра Федотова, который погиб в авиационной катастрофе в составе командования полка. 23 января 1966 года при заходе на посадку на аэродроме Лахта из-за потери продольной управляемости в результате обледенения стабилизатора произошла катастрофа самолета Ан-8, пилотируемого капитаном Валерием Кропаневым. Самолет перевозил руководящий состав частей гарнизона Кипелого на оперативно-мобилизационный сбор ВВС Северного флота. Экипаж и 17 пассажиров самолета погибли. После этого трагического события злой рок продолжал преследовать летчиков полка. В январе 1971 года погиб экипаж подполковника Алексея Растяпина. Успел только сказать «падаю». Он любил говорить «я стар и опытен, я не погибну». Опыта ему было не занимать, но видимо сложилась ситуация, когда опыт уже не имел значения. Еще он говорил, у морского летчика есть преимущества. Его могилку никто не обгадит. Сбылись его слова. При возвращении из Атлантики экипажи подворачивали к месту гибели и поминали экипаж Растяпина сигнальными ракетами. В 1971 году в авиационной катастрофе погибает экипаж из 11 человек Ивана Гладкова, командира 392 отдельного дальнего разведывательного авиационного полка. Версии катастрофы. Самолет от Ту-95 РЦ экипажа майора Красносельских. Считаю, что наиболее вероятными причинами катастрофы могли быть 1. Попадание в реактивный след иностранного гражданского судна, например, пассажирского или почтового Боинга. 2. Природный фактор. Выход самолета на предельную высоту с последующим помпажем и отказом двигателей в зоне турбулентности. 3. Человеческий фактор или ошибка экипажа. При наборе высоты не велся контроль за скоростью полета и углом тангажа. 4. Попадание в реактивный след самолета противника или столкновение двух самолетов в воздухе или боевой контакт между ними. 6. Пожар двигателя. Согласно советской официальной версии, наиболее вероятная причина катастрофы самолета разведчика Ту-95РЦ, сваливания с последующим падением по траектории плоского штопора из-за непреднамеренного попадания в вихревой след пролетевших перед этим самолетов, следовавших по международным трассам на высоте от 9 до 10 тысяч метров. Вывод подтвержден дешифрированием ленты МСРП-12 в 13-м государственном НИИ ВВС в Люберцах-3 Московской области 24 ноября 1976 года. Слабое звено этой версии. Сомнительно, что экипаж с отличной слетанностью и опытом совершил ошибку и не учел расположение воздушных трасс и других воздушных судов. Командир и штурман-навигатор были первого класса. В ноябре 2007 года из Москвы вернулся старший сын погибшего в этой авиакатастрофе на Ту-95РЦ главного штурмана Дмитрий Бычков. Он был в 13-м НИИ, который занимается всеми авиакатастрофами. Данных по этой катастрофе в НИИ не оказалось. Странно, самолет был найден водолазами, с него были подняты на поверхность все приборы и документы, останки погибших, а в 13-м НИИ об этом деле ничего нет. Еще раньше, примерно за 8 лет до этого, друг и одноклассник сыновей погибших летчиков, обучаясь в Москве в Академии, посещал военный архив и по их просьбе, используя свои связи, также ничего необычного там не обнаружил. Природная причина катастрофы турбулентности Можно предположить, например, что самолет попал в зону сильной турбулентности и экипаж попытался ее как бы перепрыгнуть, или самолет просто попал в турбулентность уже во время набора высоты с 8700 на 9000 метров. Человеческий фактор – ошибка экипажа. При полной неясности обстановки виновником катастрофы обычно считают экипаж. Ходили слухи, что командир экипажа Аркадий Красносельских через 5 часов с момента вылета с Кубы передал управление помощнику командира корабля Федору Горынычеву, который готовился стать командиром нового самолета Ту-142, поступавшего тогда на вооружение, где пилотирование производится несколько по-другому, чем на Ту-95. Сам командир Красносельских якобы стал спать, поэтому Горынычев совершил ошибку, набирая высоту при штатном, но близком критическом угле атаки. Турбулентностью задрало нос чуть больше и все, вот оно сваливание. Таких случаев в истории авиации было множество. Не мудрствуя лукаво, расследующие авиакатастрофу пришли к выводу, что при наборе высоты экипажем не велся контроль за скоростью полета, поэтому и произошло сваливание самолета. Следующая версия. Попадание в спутный след второго Ту-95. Вариант с ведомым как виновником катастрофы маловероятен, так как самолет, который пилотировал майор Красносельских, был ведущим и не мог попасть в спутный след ведомого. Одна из наиболее вероятных версий катастроф. Опасный инцидент с чужим самолетом или самолетами. В 2005 году генерал-майор запаса Виталий Ветров, ранее возглавлявший ветеринарно-санитарную службу вооруженных сил Российской Федерации, рассказал российскому журналисту Андрею Гавриленко о своей командировке на Кубу, где он был с ноября 1974 по октябрь 1976 года, на должности военного фельдшера и находился на борту спасательного буксира СБ-38, который принимал участие в подъеме останков погибшего экипажа советского самолета-разведчика и его секретного оборудования. По словам Ветрова, советский самолет был сбит американцами, а в документальном фильме «Загруженная смертью» серия номер 14 сериала «Красные звезды» от 1997 года, где автор идеи и продюсер Савин, про эту катастрофу сказано дословно следующее. «Советский Ту-95РЦ погиб при невыясненных обстоятельствах в результате столкновения с американским самолетом F-15, оба экипажа погибли». При попытке связаться с харьковской киностудией «Красные звезды», чтобы выяснить источник этой информации, удалось узнать, что студия расформирована, а директор студии «Авиафильм», историк авиации Савин, погиб в авиакатастрофе в 2002 году. Однако, никаких открытых зацепок с американской стороны в СМИ нет. По их официальным данным, катастрофы истребителей США над Атлантикой в августе 1976 года у них не было. Неожиданная развязка. В 2009 году, по данным одного из офицеров спецслужб России, о причинах катастрофы советского самолета-разведчика в августе 1976 года над нейтральными водами Атлантики, произошло примерно следующее. На перехват пары советских военных самолетов по тревоге вылетели два американских истребителя. Один из них стал выполнять вокруг самолета Ту-95РЦ экипажа «Красносельских» фигуры высшего пилотажа. В результате головокружительных кульбитов американского пилота, у его самолета произошел отстрел одной из ракет, которая пролетела рядом с советским военным самолетом и ушла в небо, падая в океан. Наблюдая все это, экипаж Ту-95РЦ расценил, что его агрессивно атакуют, и командир огневых установок экипажа контратаковал нападающего ответным огнем своих пушек, в результате чего американский самолет был подбит. Пилот истребителя погиб. Второй американский истребитель, видя падение в океан своего сослуживца, визуально, приборно и контролируя радиоэфир, контратаковал Ту-95РЦ, подбив его, после чего молниеносно возвратился на базу. Такой же версии катастрофы придерживались тогда многие летчики морской авиации СССР. Однако за них все решило военное командование, политики и спецслужбы обеих стран. По обоюдному согласию, двух держав дело это засекретили, исказили, а в СМИ пустили дезинформацию, что причиной катастрофы явилась ошибка экипажа советского самолета. Друзья, если у кого-то есть информация о причинах этого летного происшествия? Пишите свое мнение в комментариях или свяжитесь с нами. Контакты есть в описании канала. Берегите себя на земле, на воде и в небе. До новых встреч на нашем канале.